Друзья, в этом видео вы увидите, как проверить герметичность контура системы охлаждения, как проверить пробку расширительного бачка на открытие при нужном давлении. Данная видеоинструкция подойдет к любому автомобилю, просто будут некоторые нюансы по подключению и по давлению срабатывания, потому что в разных автомобилях разное давление в системе охлаждения. Нужно смотреть на Рено, а пробки у Рено на всех автомобилях одинаковые. Давление открытия пробки 1,4 бар. Для проверки нам понадобится обычный ручной насос. Можно любого исполнения, ножной, ручной, как вам угодно. Вот такая вот штуковина для проверки давления в шинах. Это у меня еще от отца осталось, но в Китае такие продаются там буквально по доллару. Я думаю, что и у нас на рынке, в магазинах эта штуковина стоит пару копеек. Хомуты не обязательно, можно обойтись либо без них, либо самой обычной проволокой. Как видите, инструмент очень простой. Это все я придумал, как поехал в Одессу, автомобиль начал кипеть, и мне нужно было проверить пробку. Как видите, пробка новая, но не в ней была проблема. Понадобилась еще одна шланга. Вот я обратку снял, сюда шланку надел. Если что, это шланка обратки с сапуна. Вот она, видите? Вот. У меня просто еще такая одна в багажнике ездит, поэтому я ее схватил. Таким вот образом все одел, даже без хомутов. Просто одел. Здесь воткнул вот этот панометр. Сейчас камера будет снимать, а я буду насосом качать. И сюда в обратку я просто воткнул шлангу в шлангу, хомутом зажал. Ну а я за кадром начну качать насосом, давление будет расти, и на 1.4 оно остановится, и будет слышно шипение с под крышки. Также вы увидите, что уровень сейчас будет подниматься выше. Ну это так, просто для наглядности. Ничего это не значит. Сейчас накачиваем, и она немножко начинает раньше стравливать, где-то 1.2, но на 1.4 она останавливается, и больше давление не растет. Сейчас накачиваю, и смотрите. Ну вот, друзья, я думаю, вы увидели, как, вот видите, на 1.4 остановилось, немножко меньше, и как только до 1.4 дошло, понятно, что уровень резко начинает подниматься, потому что пробка полностью открывается, и антифриз летит через пробку. В данном случае пробка работает, все окей, но вот эту я купил, другую проверил, другая сразу пропускала воздух, то есть сразу начинаешь качать воздух, и нету давления, не создается там, по-моему, да, полностью не создавалось. Я ее сделал, почистил, она у меня тоже рабочая, но новую уже установил, так как уже была куплена. Если кому интересно, подписывайтесь на канал, либо ставьте колокольчик, если вы уже подписаны, я в следующем видео покажу, как отремонтировать вот такую вот пробку. Там, в принципе, ничего сложного нет, все разбирается, все ремонтно пригодно. Также можно проверить на вакуум вот эту пробку, просто выкручиваете, она должна работать на разряжение тоже, но я не буду сейчас облизывать, а вообще берем пробку и пытаемся втянуть в себя, должен воздух проходить через нее, иначе тоже пробка нуждается либо в ремонте, замене, чистке, потому что при остывании автомобиля возможно создание избыточного давления, и чтобы ваши трубки не сплющивало охлаждение, пробка тоже должна работать и в таком направлении, то есть пускать воздух внутрь системы. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!